Итак, всем привет, моя зелёная банда, с вами FlutterCreen, и сегодня мы будем делать реакшн на пони-страшилку того, кого... тот, кого нельзя называть. Вот. И, собственно, да, перед началом попрошу вас подписаться на мой твич-канал. Нажимайте на отслеживать, это бесплатно, это нормально. Ссылочка будет в описании. Сделайте мне побольше подписчиков, пожалуйста, и смотрите мои стримы. Что ж, давайте-ка начнём. Тот, кого нельзя называть. Да, ой-е, ой. Вот чёрт, мы же опоздаем. Чёрт, чёрт, чёрт. Он самый, подтвердила я. Мы уставились под капот моей машины. Она жутко дымила и ехать дальше не собиралась. Просто взбрыкнула и остановилась посреди дороги. Поезд через два часа. Может, починить как-нибудь? Как? Усмехнулась я. Ну, надо же что-то делать. Может, попутку поймаем? Я поглядела по сторонам. На дороге было пусто. И пока мы здесь стояли, ни одной машины не проехало ни туда, ни обратно. Печально. Это всё ты виновата. Давай срежем по этой дороге, быстрее будик. Ехали бы по трассе, давно бы уже были на вокзале. А сюда даже такси не вызвать. Да, вздохнула я. Хотелось как лучше, а получилось... Добрый вечер, дама. Мы вздрогнули и обернулись. На дороге стоял мужчина в элегантном чёрном пальто и широкополой шляпе. Он обворожительно улыбался. Добрый, пробормотала я. Ларка так и вовсе до речи поцаряла от неожиданности. Мужчина был очень красивый. То есть вообще нереально. Такого никак не ожидаешь встретить на пустой просёлочной дороге. Такого вообще нигде не ожидаешь встретить. Потому что настолько красивых людей просто не бывает. У нас машина не заводится. Сейчас посмотрим. Мужчина подошёл к капоту, заглянул и покрутил какую-то железку. Постучал под рукой. Ларка смотрела на него не моргая. Я толкнула подругу локтём. Ты видишь? Я кивнула. Он жах... Ларка подумала немного, подбирая приличное слово. Чертовски привлекателен. Я, кажется, влюбилась. Мужчина улыбнулся. Попробуй завеси. Я запрыгнула на водительское сидение. Повернула ключ. К моему удивлению, машинка рыкнула и забилась. Как ни в чём не бывало. Можно было ехать дальше. Мы могли ещё успеть на поезд. Но Ларка, как назло, принялась активно флиртовать с красавцем, позабыв, что мы вообще-то опаздываем. Я наблюдала из машины, как она старательно хлопает ресницами и смеётся. Мужчина взял её за руку, что-то рассказывал на ушко. Я посигналила. Ларка даже не оглянулась. Я честно не хотела мешать подруге, но мы очень торопились. И ещё этот красавец казался мне подозрительным. Откуда он вообще тут взялся? Я посигналила ещё раз. Безрезультатно. Вышла из машины, тогда увидела то, на что сразу внимания не обратила. Из-под пальто, вместо ног, торчали копыта. Копыта! Как у лошади! Понимаете, я тут же представила, что под шляпой у него наверняка есть рога. Чёрт, 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 чёрт! Лара, пора ехать! Я старалась не паниковать. Подруга отмахнулась. Сядь в машину, скомандовала я. И забралась на сиденье. Ларка послушалась неохотно. Послала воздушный поцелуй незнакомцу и села в машину. Я утопила педаль, и машина понеслась. Я видела в зеркале, как красавец на прощание галантно приподнял шляпу. Но разглядеть, есть ли у него рога, я не сумела. Слишком далеко уехала. Ларка мне, конечно, не поверила. Решила, что я из зависти всё выдумала про копыта. Но я-то знаю, что я видела. Вернее, кого. Да, блин. Да какая же эта страшилка? Это... Это просто... Интересная история. Вот и всё. Типа, то, что есть в этой страшилке. Ну, ладно. Удачи с тем, кто смотрит это в видеозаписи. Спасибо за просмотр. С вами был Флаттер. Подписывайтесь на мой твич. Фолловьтесь. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...